Передаю слово следующему спикеру. У нас уже начинается с вами секция «удерживай» и открывает ее Макс Белоусов, основатель агентства Avenger. Он расскажет, что на самом деле нужно клиентам, скрытые мотивы в покупке и сервисе, о которых вы не задумывались. Всем привет. Привет, слышно, пока не видно. Видно презентацию, но не видно вас, а теперь видно и вас. Супер. Все, всем привет. Давайте сразу в бой. Могу начать уже, да? Да, конечно, мы готовы, слушаем. Да, значит, сегодня у нас тема, что на самом деле нужно клиентам, скрытые мотивы их в покупке и сервисе. И данная лекция основана на научных трудах, маркетинге, экономике, бизнесе, психологии, которые я очень люблю и с детства читаю. НЛП, нейромаркетинг, нейробиология, социальный инжиниринг. Всех еще раз приветствую. Здесь мой Инстаграм, можете подписываться, буду вас всех рад видеть. Там много полезного материала в Инстаграме. Также те, кто меня выложит в сториз с отметкой моего профиля, вы получите от меня бонусы. Они абсолютно бесплатные. Там есть как мои выступления полезные, так и подборка из тысячи книг по маркетингу, психологии и бизнесу. Ну, собственно, вот что я вам и сказал. То есть отмечайте, не стесняйтесь, все отметки буду просматривать я лично. Если будут какие-то вопросы, также можете в Инстаграм мне писать, я отвечу. Вот мой Инстаграм, небо табу. Итак, немножко про меня, чтобы вы мне больше доверяли и понимали, почему я перед вами здесь вещаю. Буквально три минутки расскажу про свой опыт. Я являюсь экспертом по маркетингу и психологии поведения клиентов. Частый спикер основных образовательных площадок. Помимо АМБИКа, это Сколково, Российский союз молодежи, мой бизнес, скиллбокс, университет, синергия и так далее. Вхожу в топ-столочек маркетологов России. И принес порядка одного миллиарда рублей своим клиентам, 10 лет опыта в маркетинге и более 100 различных компаний в моем портфолио. Я являюсь основателем консалтинга своего агентства, разрабатываю стратегии развития для компаний. И некоторые из моих кейсов самые такие громкие. Я работал над продвижением крупного мероприятия Тони Робинс в Москве, 28 тысяч человек. Занимался полностью всем маркетингом. До этого два года продвигал его семинары по всему миру. Лондон, Сагапур, Майами, Австралия, Нью-Йорк и так далее. Также был директором по маркетингу Аяза Шабудинова два года. Работал с Арисалом Ганапасом, с Екатериной Уколовой и с различными конференциями. Собирал 6 тысяч человек на Экартотоле в кругу Сити Холл, сотрудничал с конференцией TEDx в Питере, со Сколково конференциями по маркетингу бизнеса и с артистами Blackstar. Также работал с многими компаниями, здесь они некоторые представлены. И есть опыт тоже в бизнесе, был сооснователем компании Millionaire. Это автомобильный парфюм, компания сейчас продана, в нее вложена куча денег, порядка миллиона долларов был сооснователем данной компании. Итак, буду говорить быстро, потому что очень много информации хочу до вас донести максимум. Первое, с чем мы начнем, чтобы понять поведение клиентов, поведение психологии, это про то, что у каждого из нас есть три типа фильтра. Первый фильтр – это физический фильтр восприятия информации. Это когда на восприятие информации влияет что-то, связанное с физикой. Например, жарко в помещении, душно вы хотите есть, пить, писать и так далее, вам плохо видно. Вот это физический фильтр. Дальше, социальный фильтр. Это все наши социальные установки, как Юнг называет маска. То есть это все наши предубеждения относительно нации, пола, возраста, политики, религии и так далее. Это тоже очень сильно влияет на восприятие информации и рекламы, и сайтов, и цветов, и названий и так далее. Ну, например, в Японии белый цвет – это цвет траура. В Китае, например, люди подвержены коллективизму. То есть если мы создаем рекламу на китайский рынок, вот я недавно выступал для корейцев и для китайцев на нескольких конференциях на английском языке, там я вот как раз на это обращал внимание, акцентировал, что нужно учитывать коллективизм. Потому что что такое коллективизм? Это когда мы смотрим на соседа. То есть мы не нарциссы, не индивидуалисты, как вот в странах Европы, в Америке и частично в России, а мы смотрим на то, как отреагируют на нашу покупку наши друзья, знакомые и близкие. И третий фильтр – это психологический. Он также включает в себя три категории. Это искажение, обобщение и частичное восприятие. Соответственно, я очень надеюсь, что на время моего выступления мы постараемся отключить эти три типа фильтров. Я надеюсь, что вам комфортно, классно, так же, как и мне. Вы там сидите в удобном помещении, вы поели, попили, не хотите в туалет и так далее. Соответственно, давайте на 45 минут отключим три типа фильтров и возьмем максимум с моего выступления сегодняшнего. Соответственно, давайте будем открыты к новой информации. Итак, что почитать? Сегодняшняя лекция у меня основана на вот этих вот книгах. Кому интересно, можете ознакомиться с данным списком. Часть из этих книг есть в подборке. Можете почитать. Кому интересно, более подробно разобраться в психологии, поведении клиента. И также вот с радостью сообщаю вам о том, что вышла моя авторская первая книга «Борьба за внимание» называется. Там я поделился своим 10-летним опытом в маркетинге, в бизнесе. И много фишек, инструментов, которые вы можете внедрить, будучи маркетологом, предпринимателем либо фрилансером. Соответственно, книга называется «Борьба за внимание». Вот, если интересно купить, будет ссылочка в полезных материалах. Также можете у меня зайти в Инстаграм, там есть ссылка тоже. Итак, маркетинг, прежде всего, это эссенция трех основных наук. Это математика, креатив и психология. Сегодня будем говорить очень много про психологию. Первое, с чего начнем, это какая задача маркетинга. Однажды я выступал в Новосибирске, проводил мастер-класс, и женщина вышла на сцену и начала спрашивать про то, как ей улучшить свой бизнес. У нее была кофейня. Она называлась «Лориан», и, значит, услышав это название и увидев вывеску и вообще, как это все выглядит, я у людей просто в зале начал спрашивать, какие у вас ассоциативные цепочки с названием «Лориан». Можете сейчас тоже написать в комментариях, с чем у вас ассоциируется название «Лориан». Лично у меня, я думаю, что у многих это что-то связано с мебелью, с колготками, с аксессуарами, с косметикой и так далее, медицинскими препаратами, но точно не как с кофейней. И это большая ошибка большинства бизнесов, потому что люди, находясь в неосознанном состоянии, это называется состояние автопилота, они включают тип мозга эмоциональный, то есть нелогический. Логический мозг работает только в 10% случаев, когда мы действительно должны погрузиться на какую-то задачу и понять, что нам делать. А в 90% случаев мы работаем на автомате. То есть наш мозг, он, есть медленный мозг, есть быстрый, вот быстрый мозг, он принимает решение очень быстро. И если ему что-то непонятно, то есть что значит непонятно? Это значит, он этого до этого не видел, он не знает, как это применить, и он понимает, что ему нафиг это не надо сейчас. Соответственно, это фильтр определенной восприятия, и вот в конкретном случае с названием «Лориан» кофейни, он срабатывает как? Что он не ассоциирует это с едой, то есть клиент пройдет дальше, то есть он не будет заходить в данную кофейню, даже не понявшую это кофейни. Поэтому главная задача маркетинга – это выстраивание коммуникации между клиентом и продуктом. То есть есть три блока – клиент, коммуникация, продукт. И суть маркетинга – это создание вот этой ассоциации, то есть ассоциативной цепочки. Давайте с вами немножко поиграем, как это работает. Вот я вам говорю, шоколадный батончик, какие у вас ассоциации в голове сейчас всплывают? Можете в комментариях со мной как раз взаимодействовать. Скорее всего, это сникерс. Прикиньте, сникерс настолько круто спозиционировались не как кондитерское изделие, не как шоколад, а по сути как целая еда. Да, вот вспоминаем рекламу, да, там «Утали голод», да, там «Сникерсни» и так далее. То есть они что сделали? Они расширили зону влияния одного продукта на целую категорию еды. То есть мы, по сути, должны воспринимать сникерс как нечто сладкое, да, то есть там с чаем попить, либо там как кондитерское изделие, но они взяли и сделали это едой. Круто. Вот у меня сейчас вот курс стартовал, да, стратегический маркетинг. У меня там есть ученица, она работала в Danone. И вот мы с ней как раз вот коммуницировали по этому поводу, она рассказала, что действительно они так делали. То есть гигантская компания, да, но он когда выпускала йогурт с вкусом чизкейка, они решили его спозиционировать не как йогурт, потому что мы за йогурт привыкли платить до 100 рублей. А их продукция, они хотели ее продавать за 150 рублей. То есть есть определенная так называемая гибкость цены, эластичность цены, да. То есть вот, например, если банка Кока-Колы подорожает на 2 доллара, для нас это существенно. То есть эластичность цены маленькая. А если Rolls-Royce подорожает на 2 доллара, мы этого даже не заметим. То есть у определенной категории продуктов есть очень низкая эластичность. То есть мы очень подвержены по изменению цены. Соответственно, йогурт входит в эту позицию, в эту категорию. И они спозиционировали это не как йогурт, а как кондитерское изделие. То есть они сказали, что это полноценный как бы, ну, десерт. И люди, не готовые платить 50 рублей, 100 рублей за, больше 100 рублей за йогурт, готовы платить 150, потому что кондитерское изделие может стоить там 150, 200 и 300. Дальше идем. Кроссовки. Какая у вас ассоциация? Nike. Прикиньте, вот компания Nike вложила миллиарды долларов в том, чтобы выстроить у нас эту прямую ассоциативную цепочку в наших головах. Дальше. Сосалка. Да, ну, это не то, что вы подумали. Чупа-чупс. То есть, опять же, Чупа-чупс создала целую ассоциативную цепочку в наших умах, чтобы мы воспринимали, по сути, целый сегмент с каким-то конкретным брендом. Вот что мы должны делать, когда мы делаем крутой маркетинг. Там президент, да, там Владимир Путин, да, там гений маркетинга. Макс Белоусов. Я буду рад, если вы будете со мной это ассоциировать. И, по сути, моя задача как маркетолога, потому что я считаю, что маркетолог должен уметь себя продвигать в том числе. Потому что, соответственно, если он этого не умеет делать, это просто сапожник без сапог. Соответственно, моя задача – это тоже выстраивать определенную ассоциативную цепочку с собой, чтобы вы меня вспоминали, когда вам потребуются какие-то услуги по маркетингу. Соответственно, еще раз, цель маркетинга – это выстраивание в умах клиентов прямой ассоциации услуги или даже целой ниши с вами и вашей компании. Два типа маркетинга существуют. Есть классический, есть поведенческий. Классический исходит из основ концепции Котлера и так далее, когда мы анализируем емкость рынка, цену и различные другие количественные и качественные характеристики. А есть поведенческий маркетинг. Вот я за него топлю. Я, по сути, про него сегодня рассказываю. И на более 50 конференциях, которые я побывала за последний год, я там же про это все рассказываю, что поведенческий маркетинг, он важнее, потому что на принятие решения клиента в большинстве своем влияет не цена и ценность, а многие факторы, которые мы можем даже не учитывать, потому что клиент покупает не в вакууме, на него влияет даже погода. Вот я, если вы заметили, да, у меня большинство кейсов связано с ивентами, да, там я пять лет посвятил работы в ивент-индустрии, да, то есть там конференции, семинары продвигал и так далее. И я вам точно могу сказать, что если мероприятие бесплатное, у меня были такие прецеденты, и мы, например, собрали тысячу регистраций и пошел дождь, то на 30% доходимость до этого мероприятия будет ниже. Одно время я продавал китайские товары, то есть занимался, ну вот китайка, то, что сейчас, по сути, там, Вайлбереза, там, тренд, да, там, 3-5 лет назад я этим тоже занимался. И я продавал пауэрбанки на солнечной батарее, из Китая завозил и продавал с сайта. И когда была плохая погода, у меня продажи падали. Я даже на эту тему общался с продавцами мандаринов, и они говорят, что когда светит солнце, мандарины продаются лучше. Вот прикиньте, просто погода влияет на решение покупки, что уж говорить там про другие какие-то факторы, которые мы можем не учитывать. Соответственно, исходя из этого, есть два типа подхода. Есть подход влог, да, который уже точно не работает. Можете забыть о том, что там, просто запустить рекламу, пульнуть ее на сайт и получать продажи. Потому что в таком случае у вас будет конверсия примерно 1-3%. Сейчас работа в долгу, то есть работа с базами. То есть именно сегодняшняя тема, да, и вообще, в принципе, вот целый блок этой конференции, да, удержания про это как раз, что мы должны научиться работать с клиентами в долгу, что мы должны выстраивать с ними отношения. Я часто сравниваю отношения с клиентом как отношения мужчины и женщины. Вы же не будете сразу, там, будущий мужчина и женщина везти в ЗАГС, говорить, пойдем там, наделаем детей и будем жить вместе. Должна быть какая-то определенная цепочка к стани, то есть когда женщина повышает к вам доверие, да, там она проникается вашей личностью, когда вы вызываете у нее больше интерес. Соответственно, то же самое мы должны делать с клиентами, то есть мы должны выстраивать с ними отношения и работать в долгую. И таким образом, если мы выбираем работу в долгую, мы получаем больше объем продаж априори, да. Это можно даже привести, например, с моим блогом. Первое время, когда я продвигал свой блог в Инстаграме, я пульнул кучу денег просто в контент. То есть я выкладывал контент, ничего не продавал, просто делился полезными материалами. И через три месяца я просто в стори спрашиваю, ребята, а кто хочет ко мне на обучение? Все, я там закрыл на несколько миллионов рублей на обучение. Почему? Потому что люди прогрелись, они были готовы. То есть они находились со мной в одном инфополе три месяца, и степень их лояльности и доверия увеличилась. Вот то же самое мы и должны делать в наших бизнесах. Соответственно, да, вот лучше 100 продаж потом, чем одна сейчас. Да, вот такой вот инсайт для вас. Дальше. Этот слайд у меня самая часто публикуемая в сторис картинка. Да, может тоже ее заскринить, выложить, отметить мне в сторис в Инстаграм. Вот мой Инстаграм небо табу. Многие трахаются с клиентами, а нужно заводить отношения. Прошу прощения за мой французский, но очень ярко эта фраза как раз-таки описывает то, что я вам сейчас только что сказал, что мы должны не разовые транзакции пилить с клиентами, а выстраивать отношения как с человеком. Но, к сожалению, у нас в России все привыкли заработать здесь и сейчас, не думая ни о сервисе, ни о том, что с клиентом будет потом. Клиент оплатил, все, мы о нем забыли. Поэтому, если вы с таким встречались, а вы точно с таким встречались, потому что я считаю, что сервиса в России не существует. Если вы обеспечите сервисом своих клиентов, вы априори уже выделитесь из гигантской массы ваших конкурентов. Поэтому голубой океан для вас – это классный сервис и отношения. Дальше. Бизнес – это ребенок, и у многих это выкидыш. Вот такой тоже у меня тезис, потому что мы не задумываемся о том, как выстраивать бизнес. Опять же, мы думаем только про прибыль, про здесь и сейчас, чтобы потом пофигу. Я сторонник того, чтобы мы все-таки создавали хорошие продукты. То есть успех любого бизнеса – это классный сервис, хороший продукт, лояльность аудитории и создание фанатской базы вокруг этого всего. Дальше идем. Напоминаю, отметьте меня в сторис. Я вас подготовил хорошие бонусы. По всем вопросам в конце пройдусь, чтобы не отвлекаться, чтобы я не терял энергию, запал. Дальше. Соответственно, давайте научимся залезать в ума клиентов и влиять на их поведение. Лучшее понимание поведения человека поможет увеличить эффективность вашего маркетинга, бизнеса в целом. Соответственно, с чего начнем? Это «Борьба за внимание». Этот слайд называется, так же, как и моя книга. Три задачи маркетинга. Опять же, по Котлеру. По сути, по этим же задачам и созданы блоки в данной конференции. То есть мы сначала привлекаем внимание, вовлекаем и возвращаем клиента, когда он, естественно, оплатил, и чтобы он дальше продолжал с нами взаимодействовать с нашим бизнесом. Первое, о чем мы должны задуматься, о том, как мы выделимся среди массы конкурентов. Здесь нам помогают архетипы. За 5 секунд клиент должен понять, кто вы и рядом с кем вас положить. Приведу простой пример. Давайте подумаем про банки. Существует большое количество банков. Тинькофф, Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ и так далее. По сути, если с точки зрения инструментария и описания услуг, одни и те же везде. То есть ставка Центробанка, она везде одинаковая. То есть вам кредиты выдают по одной и той же ставке. Одни и те же приложения у всех. Но почему кто-то идет в Альфа-банк, а кто-то идет в Тинькофф? Потому что разные архетипы. Будет картинка у меня на слайде на одном из сегодняшних лекций, где я буду показывать пирамиду конкуренции. Если мы возьмем высококонкурентную нишу, я уверен, что в одной из этих высококонкурентных ниш работаете, вряд ли у вас какой-то уникальный какой-то продукт, то мы видим следующее, что первый уровень конкуренции – это наличие. То есть у нас супер какая-то уникальная штука, услуга, продукт. Например, за бананы в Чукотке, например, да, все, ни у кого больше, кроме как у нас, бананов не существует. Вряд ли так. Следующее – это цена. То есть мы начинаем конкурировать с остальными бизнесами в поле цены. То есть, например, демпинг. То есть у кого дешевле, того покупают. И дальше – это предложение. То есть у нас лучшее предложение. Помимо цены мы еще предлагаем какие-то доп. ништяки, которые клиентам нравятся больше. Например, доставка. И дальше мы идем, самое интересное – это сервис, а потом эмоции. И вот если взять банковскую структуру, то так как везде одинаковая плюс-минус цена, одинаковая услуга, мы конкурируем в поле эмоций. То есть какие эмоции мы вызываем в свои услуги, своим продуктам. И как раз-таки в этом нам помогают архетипы, которые придумал Густав Юнг, психолог, соответственно, последователь Фрейда. Что такое архетип? Архетип – это собирательный образ, который включает в себя определенные психологические характеристики, ролевые коммуникации и модели, по которым мы понимаем, что это за бренд, за человек. Архетип можно применить как к личному бренду, так и к любой компании. Вот если взять Тинькофф – это стопроцентный бунтарь. Если взять Альфа-банк – это славный малый, например, потому что они к сервису ближе. Если взять Сбербанк – это правитель. Если взять, не знаю, какой-нибудь модуль банк – это творец. Ну, я условно сейчас говорю, да, вы понимаете, о чем я говорю. Всего существует четыре основных тренда, по которым мы можем определить, какой архетип нам выбрать. Исходя из того, что нашим клиентам важно. Есть тренд стабильность, самопознание, изменение принадлежности. В каждом тренде есть по три архетипа. Соответственно, когда мы понимаем, что нашим клиентам важна стабильность, мы можем выбрать из этих трех архетипов – заботливый, правитель, либо творец. А если мы понимаем, что нашим клиентам важны изменения, и, как правило, изменения важны молодежи, то мы можем выбрать из бунтаря волшебника или героя архетипа. Вот пример того, где и как архетипы используются, какими компаниями. Презентацию, если тоже нужна будет, могу выслать. Опять же, выложите меня в сторис, отметьте с моим профилем. Тоже получите презентацию сегодняшнюю. Дальше. Когда мы разобрались с архетипом, вот некоторые из своих там изысканий я беру не только из маркетинга, но и из философии и религии. Вот данную тему я взял из, опять же, там, религии – это индуизм, то есть индийская религия, и это семь чакр. По сути, это семь стадий осознанности клиента. Ну, в принципе, это похоже на пирамиду Маслоу. Вот по этой картинке мы видим, что на первой базовой чакре находятся люди, которые закрывают базовые потребности. Это потребности, связанные с физиологией. То есть поесть, поспать, получить комфорт и заняться сексом. Дальше у нас чакра оранжевая – это безопасность и удовольствие. Дальше – это место в социуме, власть, деньги, потом отношение с людьми, творчество, потом интуиция и единение со Вселенной. Когда мы разберемся, с каким из сегментов мы коммуницируем, работаем больше всего в плане аудитории, мы можем выстроить определенные коммуникативные цепочки, то есть вот эти вот точки касания. То есть если мы понимаем, что наша категория клиентов, она находится в желтой чакре, в которой важны деньги, власть и статус, то мы это и им, соответственно, презентуем в рекламе, в коммерческом приложении на сайте и своим продуктам показываем. Давайте приведу простой пример. Вот красная чакра – это, например, компания Ашан, которая продает продукты общего потребления по низким ценам. А если мы возьмем азбука вкуса, то это точно не красная чакра, это, скорее всего, желтая. А если мы говорим про оранжевую чакру – это эмоции и удовольствие, это там компания, например, которая продает эмоции и удовольствие. Ну, например, компания Netflix, которая, соответственно, подключает нас к онлайн-стриминговому сервису просмотра сериалов, либо какие-нибудь ставки на спорт, либо пар на сайт – это все оранжевая чакра. Я думаю, что смысл вы поняли. И, соответственно, если мы возьмем компанию Apple, то она сейчас работает, она причем поднималась по пирамиде, работая сначала в желтой чакре, потому что изначально Стив Джобс позиционировал свою продукцию для бизнеса аудитории, и потом постепенно завоевывая новые рынки сегменты, и молодежь, привлекая с помощью музыкальных каких-то гаджетов и расширяя свою линейку, они поднимались по пирамиде выше и вышли в уровень эстетика. То есть если вы проанализируете их рекламу, маркетинговые какие-то материалы, сайты, то вы увидите, что они говорят больше не про технические характеристики компьютеров, а именно про эстетику, про ощущение от потребления, то есть от взаимодействия с этими гаджетами. То есть это просто вызывает определенные эмоции. Вот они на это делают акцент. Вот это как раз про это. И дальше, это абсолютно моя авторская методика, принцип адекватности предложения. То есть в чем смысл того, как сделать так, чтобы клиент был нашим фанатом, он оставался с нами долгое время. Мы должны сделать так, чтобы наше предложение было адекватным его уровню сознания. То есть если мы, например, компания Apple, которая позиционирует себя в уровне эстетика, вряд ли нам получится продать свою продукцию клиентам, которые находятся на базовых потребностях. То есть я сейчас не хочу никого там обидеть, но, скажем, потребители продукции Android, им нахрен не нужна эстетика. То есть они находятся на каком-то из уровней, которые не важен эстетика. Именно поэтому они покупают Android, Xiaomi и так далее. Если мы возьмем, например, ситуацию с тем, что вы занимаетесь автоматизацией бизнеса, то есть вы продаете, например, CRM-системы, вы не сможете продать свою услугу клиенту, у которого нет отдела маркетинга, отдела продаж, и у него там один только основатель бизнеса, и он зарабатывает минимум 100 тысяч рублей, ну, в среднем 100 тысяч рублей в месяц, потому что ему это сейчас не актуально. Соответственно, когда мы имеем неадекватность предложения, то есть мы работаем с уровнем ниже клиента, чем наша продукция, мы получаем возвраты, недовольство, и, по сути, мы можем, конечно, продать такому человеку, такому клиенту, но это будет манипуляция. Поэтому стараемся работать либо уровнем нашего, либо выше. Соответственно, если мы уже начали говорить про удовлетворение клиента, то есть очень простая формула. Ожидания должны соответствовать реальности у клиента. То есть то, что он себе придумал в голове, нарисовал, исходя из информации о вас, о вашей услуге, о вашей продукции, вы должны это все в реалии ему предоставить. Поэтому ожидания должны соответствовать реальности. То есть то, что я ожидал, должно быть то, что по факту. И есть пять базовых потребностей человека. Если мы говорим про базовые, функциональные, про базовые потребности каждого из большинства людей, то это еда, секс, сон, безопасность, уют, комфорт. И 90% людей в России, в РФ, в СНГ, они именно на эти потребности больше обращают внимание. Потому что мы все знаем, что у нас неравное распределение ресурса денежного среди населения, соответственно, многие находятся за чертой бедности. Поэтому если мы говорим про масс-маркет, то мы должны учитывать именно эти базовые потребности. И даже если мы говорим про какой-нибудь онлайн-курс, который блогер выпустил, то он тоже закрывает базовые потребности, например, безопасности. То есть с помощью его чек-листа или какого-то дешевого продукта человек чувствует себя в безопасности. То есть он не покупает знания, ему нафиг не нужно проходить курс. Он покупает ощущение безопасности или комфорта, или чего-то еще. Есть пять высших потребностей. Это стимулы поглаживания, любовь, самоактуализация, уважение, духовное развитие, миссия. И пять главных мотивов поведения. Это установление социальных связей, понимание себя и других, приобретение и сохранение статуса, защита себя и тех, кого мы ценим, и завоевание и удержание спутника жизни. И все эти потребности можно разделить на три категории. Это социальные, функциональные, эмоциональные. И 90% маркетологов, к большому моему сожалению, работают именно с функциональными потребностями. То есть они позиционируют свои продукты, услуги, в рекламе показывают, рассказывают про инструменты, про объем, про скорость, про цену, про еще что-то такое, что можно пощупать, потрогать. Но не это важно людям. Так как мы выяснили, что мы работаем с поведенческим маркетингом, то более важные атрибуты – это социальные и эмоциональные факторы. То есть когда мы покупаем нашему ребенку конструктор Lego, мы не функциональную потребность закрываем, мы закрываем потребность быть хорошим отцом мамы и эмоциональную потребность счастья от ребенка. То есть вот это важно. Потому что мы, по сути, потребляем сейчас эмоции в большинстве своем. Ну да, конечно, есть продукция, от которой мы эмоции вообще никаких не получаем, например, носки какие-нибудь купили и забыли про них. Но в 99% случаев это как раз социальные и эмоциональные атрибуты. И, соответственно, здесь мы, опять же, можем прикрутить пирамиду Маслоу. То есть если мы говорим, например, про развитие компании, то компания тоже сначала находится в стадии выживания, она делает акцент на финансы, производство, продаже, маркетинг. И постепенно развиваясь, она приходит к самоактуализации. То есть к разработке бренда, позиционирования, биг-идеи, философии и так далее. То же самое, например, можно прикрутить к сотрудникам вашей компании. То есть есть сотрудники, которые вообще не вовлечены в процесс, они ходят к вам на работу чисто ради денег. Это там первые две стадии. А есть сотрудники-фанаты, которые с вами до конца, им деньги не важны, им важна, соответственно, самоактуализация. Вот это как раз про это. Дальше пирамида конкурентности, про которую я раньше говорил. Вот она. То есть еще раз вспоминаем, да, первый уровень – это наличие, потом цена, предложение, сервис, эмоции. И последняя стадия, и это самая крутая, многие компании к ней стремятся, но не многие, получается, это создание экосистемы. То есть опять же, если мы говорим про удержание клиента рядом с нами большое количество времени, то есть про LTV длинную, то есть мы должны создавать экосистему. Например, как это делала компания Blackstar, как это делает Яндекс-сервисы, как это делает Google-сервисы, как это делает Apple тоже, удерживая клиента как, iTunes, Apple TV и так далее. То есть это как раз про это, про экосистему. То есть когда мы встраиваемся в жизнь клиента, то есть клиент уже без нас не может жить. Так же, как я не могу жить без Яндекс-доставки еды, такси и там еще чего-то, каких-то других, другого функционала данного бизнеса. Соответственно, тренд ближайших лет – это создание эмоций, сервиса и обучения клиентов. И важный момент, что можно не только подниматься вверх, втремясь перейти в поле сервиса эмоций, экосистемы, но и вниз, в поле цены или даже наличия, если у нас какой-то уникальный, опять же, продукт, услуга. Дальше. Модель КАНО. То есть как нам работать с этими атрибутами? Существует полноценный маркетинг-инструмент, который позволяет проанализировать то, что важно нашим клиентам и как нам, соответственно, удовлетворить клиента и удовлетворять его на всем пути развития нашей компании как клиента. Есть всего пять атрибутов. Базовый атрибут – это то, что оценивается клиентами нейтрально, и они ожидают по умолчанию этого от нашей услуги. Например, если возьмем отель. Что вы по умолчанию ожидаете от отеля? Ну, как минимум, частота в номере. То есть нас не удивит, если номер чистый. Но если он не чистый, грязно как-то за какие-то разводы и так далее, мы покрутим у риска, подумаем, что какой-то неадекватный отель, и поедем в другой. Следующее – это функциональное. Это то, что наши фактические требования к услуге. То есть, опять же, если это есть, для нас это норма. Если этого нет, у нас вызывает это негатив. Например, опять же, если это отель, то это время заселения. То есть если нас заселяют за минуту, для нас это норма. Если мы тратим на заселение час, это как бы ненормально. Поэтому тоже важный момент. Дальше, восхищающие атрибуты. Опять же, если мы говорим про отель, это вы когда въехали в номер, вы этого не ожидали, а это вам дали, например, корзина фруктов. Это приятно. Дальше, самый интересный атрибут – это безразличные нежелательные. И в каждом бизнесе они присутствуют, как бы это странно ни звучало. То есть есть атрибуты, которые негативно влияют на нашего клиента, либо вообще ему как бы пофигу на это. Например, если взять безразличный атрибут, причем именно эти атрибуты влияют на маржу и на рост вашего бизнеса. У меня однажды на консультации была компания, которая занимается ремонтом квартир. И у них была услуга просчета плана бесплатная. И клиенты это воспринимали как само собой разумеющиеся. А бедные ребята, компания тратила на это кучу времени. Я им посоветовал очень простой вариант. Если клиенту пофигу, есть это или нет в услуге, выведите это в отдельную услугу и зарабатывайте на этом деньги. Соответственно, они это сделали и вывели отдельную продуктовую линейку, связанную с просчетом какого-то плана, визуализацией. И, соответственно, деньги заработали, а клиенту что есть, что нет. Кому надо, кому не надо. И нежелательные атрибуты. Тоже примеры жизни. Когда я одно время занимался настройкой рекламы, таргетом, я своим клиентам обещал отчеты каждые три дня. Но так как у меня было большое количество субподряда, разные менеджеры по трафику ВКонтакте, Facebook, Instagram, Google, Яндекс, то они не всегда успевали вовремя предоставить мне отчеты. И клиент бесился. А почему бесился? Опять же, вспоминаем формулу ожидания и реальность клиента. То есть, что ожидает клиент, что ему предоставляем по факту. То здесь он был недоволен, потому что ожидания не равнялись реальности. Соответственно, как только я перестал обещать отчеты, и вообще отказался от отчетов, то ничего у меня в бизнес вниз не полетел. Просто перестал это обещать, и клиенты были довольны. Знаете, вот есть очень классный такой пример. Однажды был на конференции, где выступал один из топов компании Skype. И, значит, Skype, вот если вы не знали, вначале была обычной компанией телефонии, и они все это делали вживую. То есть не было никакого онлайн-сервиса, созвонов и так далее. И, естественно, они привлекли этого топ-менеджера для того, чтобы он вывел компанию из жопы, потому что компания была в долгах. И, значит, он месяц часал репу, думал, что с этим делать. В итоге он приходит и говорит, «Ребят, мы отказываемся полностью от маркетинга, от сервиса, от вот этого всего. Мы не тратим это деньги». Они спрашивают, «Как?» Он говорит, «Очень просто, смотрите. Если мы откажемся от сервиса, то есть у нас вообще не будет никаких там ни телефонов, ни обратной связи. То есть вот откройте Skype. Если вы найдете, как связаться с Skype, вы крутые, потому что там такой кнопки нет. То есть они просто отказались от сервиса клиентского. Раз. Второе. Они отказались от маркетинга. То есть когда вы там, если вспомните, регистрировались в Skype, то Skype получал доступ к вашей почтовой адресной книге и высылал всем вашим друзьям знакомым, то, что вы зарегистрировались в Skype. То есть это, по сути, бесплатный маркетинг. И дальше они отказались от издержек в плане телефонии, в том, что они используют интернет. Все, супер. То есть, по сути, они отказались от нежелательных атрибутов, которые бесили людей. То есть если бы они обеспечивали бы сервис, то они бы не смогли обеспечить хороший сервис всем пользователям Skype. Это невозможно. Их миллионы. Поэтому они просто отказались от этого, потому что они знали, что они не могут сделать, обеспечить сервис для клиентов на 10 из 10. Если вы этого не можете на 10 из 10 делать, откажитесь просто от этого атрибута. Вот такой вам инсайт. И вот пример с АЗС. С заправкой машины. То есть базовым атрибутом в данном случае будет являться по модели КАНО – это наличие топлива. То есть если вы приехали на заправку, там нет топлива – это странно. Функционально. Это, например, скорость заправки и заправщик на АЗС. И какой-нибудь магазин, где вы можете купить продукты, покушать. И восхищающий атрибут, как, например, на АЗС Газпрома – это такой видеопортал, где можно посмотреть фильмы. Прикольно. То есть ждешь, пока тебя там заправят, и смотришь кино. Дальше. Матрица BCG. Тоже очень классный инструмент для работы с удержанием, с сервисом и с удовлетворением клиента. Матрица BCG – это Boston Consulting Group, американская компания, которая занимается консалтингом, разработала очень крутую систему для работы с разными сегментами аудитории, разными продуктами. Есть четыре основные категории. Это звезды, дойные коровы, собаки и знаки вопроса. Вот четыре сегмента клиентов. И, опять же, по этим четырем сегментам можно разделить и вашу продуктовую матрицу. Вот, например, Apple. Звездами является iPhone. То есть это тот продукт, на который больше всего обращают внимание, и который, по сути, привлекает большее количество новых клиентов потенциально. Дойная корова – это то, что нам приносит прибыль не супергигантскую, но она планомерная и прогнозируемая. То же самое в Apple – это тоже iPhone. То есть один продукт может быть в двух категориях одновременно. При этом это еще что? iTunes, iPod и iPad. То есть это те компоненты продуктовой матрицы, которые нам, компания Apple, приносят стабильный доход. И знаки вопроса. Это что? Это те продукты, которые сейчас не показывают гигантского корового роста, но есть определенные ожидания от них, что они возрастут, то есть покажут какой-то хороший взлет. Вот если вы смотрели там презентацию Apple, то увидели, что они выпустили новые модели часов. То есть вот это Apple Watch. И собаки – это те продукты или клиенты, которые тянут компанию вниз. От них нужно отказываться, убирать это из продуктовой матрицы. По сути, то, что и сделал Стив Джобс, когда его уволили из компании, он потом через какое-то время пришел, охерел от большого количества, там, значит, только маков было, по-моему, 300 позиций. То есть там разные маки, и люди сами, клиенты путались. Да не только клиенты, даже сами сотрудники путались в этой всей продуктовой матрице. Он говорит, нахрен все, оставляем только самое основное. Вот что он и сделал. Он отказался от собак. Собака в данном случае – это стационарные маки, которые мало покупают, они громоздкие, дорогие, нахрен никому не нужны, потому что все сейчас пользуются ноутбуками. Дальше. Путь клиента и трансформация. Когда мы говорим про развитие клиента внутри компании, мы должны учитывать, что клиент проходит несколько стадий. Какие это стадии? Сейчас мы придем к этим стадиям. С учетом этих стадий мы должны понимать, что когда мы привлекаем клиента по модели Jobs to be done, Клейтона Кристенсона, можете прочитать, очень крутая книга, называется «Инновации». У клиента есть привычки, есть отношение к новому. И вы должны знать, что у 90% клиентов отношение к новому хреновое. То есть они боятся что-то менять в своей жизни. Есть даже отдельная модель, называется «Диффузия маркетинга». По ней есть четыре стадии, точнее четыре сегмента категории клиентов. И первые две – это инноваторы и раннее меньшинство. Их всего 16%. И дальше идет позднее большинство и консерваторы. Их больше 80%. Соответственно, если мы говорим про что-то инновационное, например, в отношении к биткоинам, к инвестициям, пользование бесконтактной оплаты телефонами, это все относится именно к инновациям. Естественно, если мы говорим про такие штуки, вообще в принципе про любой продукт новый, который мы вводим на рынок, то мы первое время будем иметь дело с инноваторами. То есть их всего 16%. И потом, почему резкий рост показывают какие-то компании спустя 3-5 лет? Потому что мы переваливаем через эту волшебную цифру 16% по модели диффузии и переходим в основную массу клиентов, которые ждало, пока эти инноваторы это все потестируют. Они следили за ними и поняли, что это окей, привыкли к этому, все, образовалась новая привычка, они начали пользоваться этой продукцией. Опять же, можете про это прочитать у Клейтена Кристенсена, то есть он статк какая была, что задача маркетинга это унять тревогу потребителей. И опять же, это тоже написано у Дэниеля Кеннемана, который написал книгу «Думай, медленно, решай быстро». Это, кстати, нобелевский лауреат. Тоже он предписал, что старое решение не требует от нас раздумий и желания людей избегать потерь в секретическом плане в разы сильнее, нежели заманчивость приобретения. То есть мы должны, как маркетологи, унимать тревогу клиента, пробовать что-то новое. То есть отказаться от того, как он до этого решал свои проблемы и пользоваться какими-то услугами, в пользу нашего решения. И это, соответственно, задача маркетинга. И, соответственно, идем дальше. Сейчас перейдем к этим стадиям трансформации клиента. Еще один важный момент, который нам поможет удерживать клиента. Я очень часто на своих лекциях, конференциях спрашиваю, какая задача в маркетинге. То есть в плане продукта, точнее. То есть мы что должны с клиентом сделать? И мне все говорят, мы должны помогать клиенту. Вроде бы верно, но прикол в том, что если копнуть глубже, то если вы на 100% помогаете клиенту решить его проблему, с которой он к вам пришел, то он уходит счастливый и говорит спасибо, все, я пошел. Именно поэтому у многих проблема с бесплатного шага перейти в платный. То есть там проводят бесплатную консультацию. Все, клиент сказал спасибо, мы проблему решили, я пошел. У кого такое было, пульсаните. Почему? Потому что задача маркетинга при привлечении, вовлечении, возврате клиента, то есть при удержании его, это из одной проблемы дело 10. Как? Вы мне спросите, Макс, это же не экологично. Нет, это суперэкологично и вполне себе естественно. Например, я хочу решить свою проблему с лишним весом. Я прихожу к фитнес-тренеру, говорю, слушай, я хочу похудеть на 15 килограмм, что ты мне посоветуешь? И он мне рассказывает, что мой лишний вес связан с питанием, с правильным подбором калорий, еды, сном, регулярностью интима, половой жизни и так далее, то есть гормональным фоном. То есть он мне из одной проблемы создал 10. Но из-за того, что он мне из одной проблемы сделал 10, ценность решения этих проблем возросла, и я готов за нее заплатить. То есть уровень моего сознания как клиента повысился, и ценность моя повысилась. Вот так и нужно делать. То есть на каждом этапе мы должны повышать уровень сознания клиента, повышать его уровень осведомленности и ценности, и чтобы он развивался внутри нашей компании, потребляя все новые и новые услуги более дороже. Соответственно, чтобы в этом во всем разобраться, мы задаем два важных вопроса. Почему покупает и почему не покупает? Нам абсолютно пофигу, кто покупает, когда, где и так далее. Важно еще раз, почему покупает, почему нет. Это как раз-таки относится к мотивам поведения. И у нас есть четыре фактора поведения. То есть это какая цель, где внимание, какой мотив и автоматичность. Вот то, что мы должны учитывать при анализе мотивов поведения клиента. Дальше. Есть такой экономист Людик фон Мизес, который очень важную, умную штуку сказал, что важен не только продукт, но и контекст его потребления. То есть опять же, вспоминаем поведенческий маркетинг. То есть мы когда анализируем не только продукт, не только клиента, его там полу-гео, возрастную какую-то вилку, но и что его окружает. То есть в каком он находится контексте. Это тоже важно. Вот, например, я однажды заказал пиццу, мне ее везли два часа. Пицца-то вкусная, но я не готов два часа ждать пиццу, чтобы покушать. Вот это как раз-таки относится к контексту. Вот. И как раз-таки вот наши стадии трансформации клиентов. Это суперважная информация. Заскриньте, запишите, запомните и применяйте. Первая стадия – это нет проблемы. Когда у клиента нет проблемы, даже если он является потенциально нашим клиентом. Например, я очень часто люблю проводить такой пример. Это стоматология. То есть по сути у стоматологии 7 миллиардов потенциальных клиентов. Потому что у 7 миллиардов есть зубы. Ну, из-за исключения хоккеистов, например. Но не все же 7 миллиардов идут в стоматологию. Почему? Потому что у них зубы сейчас не болят. Когда у человека ничего не болит, он не идет, не покупает. Следующая стадия – это жертва. Когда у клиента появилась проблема, но он не знает, как и с кем ее решить. Следующая стадия – это осознанный. То есть он знает, что у него есть проблема. Он знает, как ее решить, но не знает с кем. Выбирает, с какой компанией ему работать. И дальше это мастер. Он знает, как решить проблему и начал уже ее решать. Начал получать клиентский опыт. И последняя суперстадия – это фанат. То есть он получил клиентский опыт, ему все понравилось, он пошел про нас рассказывать. Исключается обратная воронка. Соответственно, вот пример того, как мы можем насаживать эти стадии развития клиента на, например, CGM, карту пути клиента. Вот пример того, как я эту CGM разрабатывал для одного из клиентов. Вот как это выглядит. Вот тоже пример. Так, у меня время кончается, к сожалению, но я что успею, то расскажу, что осталось. Дальше. Нужно обеспечить легкую точку входа для клиента, потому что в эпоху инфо-шума, опять же, при работе автопилота и нашего быстрого мозга клиенты не хотят париться. Поэтому, если вы для клиента понятны за 3-5 секунд, супер, если нет, он уйдет к другим. Если у вас очень длинная форма регистрации, если вы кучу информации на него наваливаете, как она у вас сегодня выступает, то это как бы не есть хорошо. Поэтому нужно все проще. Дальше. Маркетинг – это создание напряжения у клиента. Это последнее, что я, наверное, успею сказать, но это суперважно. А в этом нам помогает разобраться гештальт психологии. Можете почитать психолога Перлза, который основатель гештальт терапии. А в чем я имею в виду? Смотрите, когда у клиента есть напряжение, то есть у него есть гештальт, который он хочет закрыть с помощью вашей услуги продукта, он у вас покупает. Если напряжения нет, вы его сняли сами, либо он сам где-то его снял, то он не покупает. Соответственно, ваша задача при удержании клиента наращивать напряжение. Простой пример – это когда есть премьера фильма. Нам же фильм не день в день выдают. То есть вот нам сказали, выйдет «Матрица 4», и в тот же день нам ее пульнули в кинотеатре. Нет, нам целый год, два, три нас коптят. То есть нас там, чтобы мы ожидали, наше напряжение копилось-копилось. Как оно копилось? Трейлеры, новости, какие-то там, не знаю, факты интересные про фильм. Вот «Аватар 4», ой, «Аватар 2», мы там ждем уже сколько там, 10 лет, мне кажется. Вот это, кажется, про напряжение. Как мы с ними напряжение? Пойдем купим фильм в кино, билет в кино. То же самое здесь. То есть мы должны увеличивать напряжение на каждой стадии взаимодействия с клиентом. И вот, соответственно, вот картинка того, как это выглядит у Перлза в гештальтерапии. Дальше. Чтобы проанализировать напряжение, да, и как себя чувствует клиент на каждой стадии, сейчас вот быстрее тогда договорю, а есть, конечно же, тоже методика, это карта настроения клиента. То есть когда мы анализируем мотивы и пытаемся понять, как в каждой точке себя клиент ощущает. Вот, естественно, график того, как это может выглядеть. Все, ребят, я подведу, что мы тут уже, я так понимаю, меня выгоняют, к сожалению, да. Вот мои контакты, сейчас, вот мой Инстаграм, вот мой Телеграм. Понимаю, что не все успело, у меня вообще лекции длятся там по 3-5-8 часов, если прям полноценно погружаться в эту тему. Ну, надеюсь, я для вас сегодня какую-то полезную информацию донес. Буду рад вас видеть в Инстаграме, спасибо организаторам. Все, всем пока. Спасибо, спасибо, Максим. Я, когда слушаю, на самом деле, доклады Макса, у меня такое ощущение, что это такой, знаете, левополушарный маркетинг. До этого все время говорили, что-то очень рациональное, идите в метрику, там смотрите, цена ниже, тут выгоднее, а тут такой неожиданный, совершенно ломающий мозг, подход про эмоции, психологию. Поставьте плюсик, если вы получили инсайт, узнали что-то новое, записали себе и будете это применять. Давайте я напомню, что мы с вами находимся